Каждому гражданину Калмыкии нужно посмотреть материал Савра Дакенова, выложенный в интернете накануне Нового года. Материал касается наших денег. В нем Дакенов приводит удивительные факты, которые, несмотря на свою актуальность, проскочили незамеченными для большинства населения. Республика задыхается от безденежья. Ее долг составляет 6,5 миллиардов рублей. А в это время Лукоилов не платит в бюджет Калмыкии около 23 миллиардов рублей с добываемой калмыцкой нефти. КТК нам не платит около 3 миллиардов рублей налогов. Итого, по расчетам Савра Дакенова, Калмыкию грабят на 26 миллиардов рублей. При этом ее годовой бюджет составляет всего 20 миллиардов рублей. Цифры Савр взял внимательно, в отличие от нас большинства, посмотрев последнюю сессию Народного Урала. Там на вопрос депутата Намсыра Манджиева сколько платит Лукоил, налогов осуществляющий деятельность на шельфе Каспийского моря, министр финансов и председатель правительства Республик Калмыкии ответили, что с имущественного комплекса береговых сооружений Лукоил не платит налог на имущество. Потому что имеет льготу по налогам от правительства Калмыкии. Схемой таких преференций мы с вами столкнулись совсем недавно. Помните, как Батутим протасывал глют льготу на оплату налогов для компании Hevel. Там же на сессии выясняется другой нецеприятный факт. Для калмыцкого правительства оказывается тот же самый Лукоил платит в Астраханскую область около 20 миллиардов рублей налогов на имущество и налог на прибыль в региональную часть с имущественного комплекса и добываемой нефти с шельфа Каспийского моря. А почему Калмыкии по тем же статьям налогов Лукоил не платит? Этот вопрос задал тот же нам Сырманжиев. Но от прямого ответа председатель правительства уклонился или не захотел отвечать. Здесь мы наблюдаем отвратительное качество сегодняшних калмыцких правителей уклоняться от прямых ответов на поставленные прямые вопросы. А взамен втулять людям высокопарную демагогию наподобие фраз «Я горжусь своим народом, я увидев в глазах огонь, мы выстоим» с целью отлечь от главного. Почему такое происходит? Крупные корпорации региональных чиновников очень легко и дешево покупают как пончики. Когда тема стоит десятки, а в некоторых регионах сотни миллиардов рублей, корпорации не скупятся выделить нужный чиновникам 10-20 миллионов рублей на покупку квартиры в Москве или на дорогой автомобиль. И чиновники, тем более если они приезжие, легко продают интересы региона в обмен на личные выгоды. Отсюда следует вывод. Гражданам не стоит доверять денежный интерес республики чиновников. У них сильно развит хватательный рефлекс. Вопросы налогов, как главный вопрос жизни, надо брать под пристальный народный контроль. И как тут не вспомнить слова Ленина, который сто лет назад сказал «Братья Калмыкии, судьба вашего народа в ваших руках». Что касается самого главы республики Бату Хасикова, то он не скрывает своих теплых чувств к Лукоилу. 8 декабря 2019 года Хасиков посетил нефтяную платформу Лукоил, о чем он сообщил в своем посте. Там он вел себя как туземец, случайно попавший в рай цивилизации. Олицетворению лучших технологий и практик, которые есть в нас в сегодняшний день – это Лукоил, восхищается он. Дальше хуже. От щенячьего восторга измазал лицо нефтью, словно индейец из рассказов Фенемора Купера, объяснив свой поступок традициями нефтяников. Наверное, это действительно так, но это традиция хозяев нефти. Хасикову-то зачем было мазаться? К Лесте, даже самой тонкой, в отличие от лести Бату, Лукоил привык давно и давно реагировать на нее перестал. И тогда еще более, еще острее становится вопрос, зачем Хасиков льстит. Он наивно ищет поддержки в руководстве Лукоила, и его поездкой на нефтяную платформу было ничто иное, как маячок президенту Лукоила Вагиту Алик Первому, мол, посмотрите на меня, я вам еще пригожусь. И потом Бату унижался и пел дифирамбы человеку, стоящему намного ниже его статуса. Я благодарен за теплый прием всему коллективу Лукоил нижний волст нефти. Во главе с Николаем Ляшко, писал Бату. Надо сказать, Николай Ляшко есть третьестепенная фигура в иерархии Лукоила, но, тем не менее, Бату перед ним шапку гнул. В надежде, что он замолвит в нем словечко президенту перед президентом Лукоила Вагитом Алик Первым. Кстати, поездка была в декабре, как раз когда приняли поправки в закон Республик Калмыкия 4 марта 2014 года об установлении пониженной ставки налога на прибыль организации, зачисляемого в бюджет Республик Калмыкия, для отдельных категорий налогоплательщиков. Цель Лукоила – делать деньги из добытых в калмыцкой земле углеводородов. А кого вас цель Бату Хасикова – вопрос, требующий пояснения с его стороны. Уверен, продолжает Хасиков, что в дальнейшем наша дружба и сотрудничество будут укрепляться. В чем будет заключаться дружба, за счет чьих интересов она будет продолжаться – непонятно. Не стоит путать дружбу с вассальством. Став вассалом Лукоила, Бату становится его слугой, а не другом. Жителей Калмыкии он превращает в рабов. На севере на нефти, добытой из чукотской земли, обогащаются все, кроме коренного народа – чукчи. Вот так уже случилось и с нами после его дружбы с Лукоилом. И вообще, благодарственный спич Бату на платформе Лукоила напоминал мелкий подхалимаш, недостойный главы Калмыкии. Люди, думающие и свободные, почувствовали стыд за нашего главу. Хасиков стали уличать в Лукоавстве. За его слова, на всех морских объектах Лукоила применяется система управления отходами нулевого сброса. Так иначе все отходы вывозятся на берег для последующей утилизации. На чей берег отходы вывозятся – непонятно. Подозреваем, что на наш, калмыцкий берег. Только где там утилизация? В народе вовсю говорят, что главным загрязнителем степи как раз и является Лукоил. В связи с этим вам, Бату Хасиков, стоило бы прежде всего для себя самого определиться, с кем вы – с компанией Лукоил или с веренным вам по коснецуции народам. 24 сентября 2020 года президент Лукоила Вагит Олегперов принимает Бату Хасикова и подписывает с ним соглашение Хасиков был в своем оплуа. Вот что он написал – выразил благодарность Вагиту Юсуфовичу за сотрудничество и поддержку важных для республики проектов. И заметьте, ни слова о сути соглашения, только благодарственная демагогия. Учитывая факты, приведенные с Авром Дакеном, и подозрительное поведение Бату Хасикова, обществу нужно задуматься и в вопросах взаимодействия с Лукоилом и в вопросах взаимодействия с КТК. И должно требовать от властей гласности. Не позволять тому же Хасикову замылить эти жизненно важные вопросы. Как он это сделал с вопросом о премиях высшим чиновникам, затыкая роддепутатам на сессии Народного Урала? На эту тайну надо пролить свет. Калмыкию грабят, и этот социально-экономический кризис искусственный. Нам оставили выбор либо жить в нищете, либо свалить. Наших детей лишили будущего и лишили Родины. Тут надо помочь оппозиции, общественным организациям, Народный Хурал, Совет, Старейшин, Общественный Совет при Президенте и все остальное вправе потребовать ясности. Власти должны ответить на вопрос, чем мотивируются столь фантастические, выгодные для Лукоила и КТК налоговые льготы, которые по своей сути являются грабительски невыгодными для республики. Такие жалкие подачки, которые Лукоил и КТК подают как социальную помощь населению Калмыкии, не идут в счет, ибо суммы их, подачек и суммы выгоды от налоговых льгот, получаемых ими от нашего правительства, просто несопоставимы. Я хочу напомнить о том, что в 2021 году пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. В этот раз выборы пройдут в три дня. И у меня большая просьба к нам, к нашим землякам, работающим за пределами и республиками, не имеющих отношения в бюджетной сфере. Пожалуйста, в сентябре 2021 года найдите отпуск, возьмите отпуск, возьмите больничный, обязательно приедете в республику Калмыкия для того, чтобы оставить свой голос, сделав выбор головой. Ибо от нашего выбора будет зависеть дальнейшая судьба нашей республики, наше будущее, будущее наших детей. Уважаемые друзья, если у вас нет такой возможности приехать в сентябре на выборы, берите открепительное удостоверение и голосуйте по месту вашего проживания. С уважением, команда канала Занонлайн. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллнхуирхудл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллншиндже. Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Мендефт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.